В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Глава региона Глеб Никитин посетил наш город с рабочим визитом. Миллион рублей на экстрасенс, а саровчане вновь становятся жертвами мошенников. Ядерный удар. В Сарове прошел турнир по пейнтболу среди команд внеев. Далее расскажем обо всем подробно. Глава региона Глеб Никитин с рабочим визитом посетил Саров. В Рио губернатор побывал на 4-м КПП, а после отправился к зданию 10-й школы. Напомним, полтора года назад это здание было признано аварийным и закрыто на реконструкцию. Детей раскидали по другим школам. Однако ремонт все никак не начинали, не было финансирования. Этим летом 130 миллионов на реконструкцию 10-й школы выделили из областного бюджета. К работам зданий приступят в ближайшее время. И, как обещают в местной администрации, к занятиям здесь дети приступят уже в сентябре 2019 года. Мы сразу с этой проблемой, когда столкнулись, решили, что ей надо необходимо срочно решать. Включили в соответствующие программы собственные и подали заявку, обратились к правительству Российской Федерации, разговаривали с руководством страны, получили поддержку. Поэтому в этом году уже будет начато и в следующем году закончено строительство, по сути, или реконструкция, хотя капитальный ремонт весьма значимый этой школы. Также Глеб Никитин пообщался с саровчанами в Драмтеатре. Глава региона провел встречу с горожанами, на которой каждый смог задать свой вопрос. Подробнее о визите Глеба Никитина в Саров мы расскажем в наших ближайших выпусках. К другим новостям. Август пора, когда жители города все чаще отправляются в лес за грибами. Бывают случаи, когда такой поход оборачивается трагедией. Человек настолько далеко заходит в чащу, что уже не может выбраться оттуда. Как бы хорошо вы не знали местности, ближайший лес все же нельзя исключать опасности заблудиться. Поэтому, если вы отправляетесь за грибами и ягодами, возьмите с собой минимальный набор, который совершенно не отяготит, но поможет сохранить здоровье или даже спасти жизнь. Специалисты МЧС и волонтеры рекомендуют всегда брать с собой минимальный набор, который в экстренных случаях поможет продержаться в лесу несколько дней. Медикаменты, вода и еда обязательно, даже если вы не планируете быть в лесу дольше двух часов. Заряженный телефон, спички, даже если вы не курите, спички или зажигалка положить в карман тоже, веса никакого нет. Удобная и практичная одежда – еще один важный аспект, о котором стоит подумать, отправляясь в лес. Зачастую грибники отдают предпочтение камуфлированной расцветке. Этот выбор становится грубейшей ошибкой, так как в таком обмундировании человек сливается с местностью. И если он заблудится в лесу, такая одежда только затруднит его поиск. Если нет яркой одежды, можно поверх одежды одеть вот такую накидку. Сейчас она в любой машине есть. Ее несложно накинуть, она не мешает, весит немного и в ней не жарко. Компас, складной нож, репелленты – все эти вещи не занимают много места в рюкзаке, но помогут выжить в дикой природе и дождаться помощи спасателей. Специалисты поисковых отрядов рекомендуют не тратить силы, бесконечно блуждая по лесу, а найти какой-либо ориентир и при возможности описать его волонтерам или родственникам по телефону. Если человек заблудился и натыкается на речку или дорогу, ни в коем случае нельзя ее пересекать. Нужно или оставаться на месте, или идти вдоль этой дороги. То есть дорога в любом случае куда-то приведет. Спасатели и волонтеры всегда работают со специально обученными собаками, которые улавливают запах человека. Обнаружив заблудившегося, четвероногий помощник громким лаем обозначает местонахождение человека. Это значит, что через несколько минут к нему подойдут специалисты и окажут необходимую помощь. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. До 2024 года количество комплексов фото-видеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое. Эта мера предусмотрена в рабочей версии национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас на российских дорогах работает свыше 9 тысяч комплектов фото-видеофиксации. По планам Минтранса число камер будет увеличиваться постепенно. К концу 2019 года их должно стать больше на 11, а к концу 2023 на 88%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Инвестиции в будущее Сарова высоко оценены правительством региона. Саровинвест стал победителем конкурса «Инвестиционный проект года», сообщает сайт «Саров24.ру». Конкурс организовал и провело Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений правительства Нижегородской области. Саровинвест на конкурс представил проект жилого комплекса «Саровская ривьера», который не раз заслуживал самые высокие оценки. Награждение победителей конкурса состоится 23 августа в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Как сообщают организаторы, в церемонии примут участие первые лица региона, в том числе и в Рио губернатора Глеб Никитин. С 16 августа по 4 сентября 2018 года Нижегородский консультационный центр гигиены и эпидемиологии проводит горячую линию по вопросам качества детских товаров, детского питания и организации детского отдыха. Звонки принимаются с 9 утра до 15 часов по телефону 8 831 437 08 70, 8 831 213 82 84. Онлайн обращение за консультацией можно направить на электронную почту. 24 августа в Сарове стартует мероприятие для педагогов в преддверии нового учебного года. В этот день в 10 часов в Саровском драматическом театре пройдет объединенная августовская педагогическая конференция. 28 августа пройдет городской методический день для педагогов общеобразовательных организаций. А 30 августа в Доме учителя состоится ставшее уже традиционным городское родительское собрание. 25 августа в Парке культуры и отдыха имени Зернова пройдет всероссийская акция «Ночь в кино-2018». В 8 часов вниманию саровчан представят фильм «Последний богатырь», а в 22.00 покажут картину «Рубеж». Вход свободный. За последние полгода сотрудники Саровского УВД завели около 50 уголовных дел по статье «мошенничество». Большинство из них – так называемые дистанционные, когда злоумышленник обманным путем получает денежные средства с помощью сети интернет. Несмотря на то, что горожанам не раз рассказывали о всех существующих схемах мошенничества, они по-прежнему становятся жертвами злоумышленников. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть осторожнее и не переводить деньги незнакомым людям. По-прежнему один из самых распространенных видов мошенничества – обман в интернет-магазинах. При этом жертвами злоумышленников становятся уже не бабушки и дедушки или подростки, а жители нашего города средних лет. Мужчины в основном заказывают детали на автомобиле, женщины что-то из парфюмерии, одежды. И по итогу получается, что отправляют денежные средства, а товар, который они заказывают, не приходят. Но в последнее время участились и другие формы вымогательства денег, на которые, казалось бы, уже давно никто не должен реагировать. Люди находят объявления гадалок-экстрасенсов, которые обещают помочь решить любые жизненные проблемы и исцелить от любых болезней. Вступают с ними, если это сеть интернета, то в переписку, если это телефон, то в телефонные разговоры. Последний обещает им совершить какой-то либо обряд, который поможет им либо с исцелением, либо наведет в семье порядок, что семья будет счастливой и хорошо. За свою услугу они просят перевести денежные средства, заказанный тот или иной обряд, ту или иную приведенную процедуру. Пообщавшись с псевдолекарями, многие все-таки приходят к выводу, что эти люди – обычные шарлатаны. Но находятся и те, кто верит в их магические способности. Так, одна саровская семья совсем недавно перевела на счет экстрасенса более 1 миллиона рублей, но помощи так и не получила. Сотрудники саровской полиции в очередной раз призывают граждан быть внимательнее и осторожнее, и не перечислять свои деньги незнакомым людям. А людям, которые хотят получить ту или иную медицинскую помощь, обращаться к традиционной медицине, а не верить обычным шарлатанам и мошенникам, которые пользуются их доверием. Что касается интернет-магазинов. Прежде чем оформить тот или иной заказ, узнайте, как долго он существует и поспрашивайте у знакомых, может, кто уже покупал вещи в этом магазине. И только после того, как вы соберете максимум информации, можете смело совершать покупку. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Сотни килограммов аппаратуры, груда музыкальных инструментов, километры кабелей и проводов, а еще бессонная ночь на репточках и переживания организаторов. И все это для того, чтобы летним вечером над Саровом грянул рок. Настоящие ценители живой музыки стали зрителями ежегодного фестиваля «Зато рок». На сцене танцевальной площадки парка имени Зернова выступили семь музыкальных коллективов. Подробности далее. Парк имени Зернова с трех часов дня и до глубокого вечера был эпицентром живой музыки. Восемь музыкальных групп представили зрителям все многообразие направлений рока. Право открыть фестиваль, зато рок организаторы отдали самой молодой саровской группе – «Секвестре». Наша группа образовалась полгода назад в состав. Мы знали, что будет проводиться данный фестиваль. Готовились, репетировали, подготовили небольшую программу. И как бы наше дебютное выступление первое. Зрителям участники группы представили несколько песен, которые стали результатом совместного творчества. Никаких пустых мелодий и текстов. Каждая композиция наполнена глубоким социальным смыслом. Например, в песне «Госпослов» музыканты рассказали о внутренних предсворечиях в человеке. Эта песня про то, как человек начинает стремиться к власти и хочет сделать мир лучше. Но эта власть, как известно, большинство людей развращает, и он начинает думать только о себе, а не о людям. Группа «Металлогия» существует уже три года, и в начале творческого пути она называлась «Возрождение». Но в силу обстоятельств ребята решили сменить название на более, на их взгляд, близкое к музыкальному стилю. Гитарист группы Артем Сергеев считает, что тяжелые направления рока как нельзя лучше подходят для создания в песнях мрачных и зловещих образов. Из стилей не выходим, и это в основном такие темные образы. Мне на самом деле трудно судить, что в голове у наших, так сказать, авторов этих текстов. Сам иногда очень удивляюсь. В рамках фестиваля «Зато урок» группы представили здравчанам небольшой творческий отчет о проделанной за год работе. Зрители оценили потенциал местных музыкантов, а некоторые даже пополнили ряды фанатов. Елена Грескова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. На площадке пейнтбольного клуба «Реактор» прошел юбилейный 10-й чемпионат по пейнтболу «Ядерный удар-2018». В соревнованиях приняли участие 6 команд представителей различных подразделений РФАЦВНЕФ. Чемпионат проходил по круговой системе. Лучшие из лучших определились в полуфинальных и финальных играх. Инженеры, следователи, научные сотрудники ядерного центра сменили офисную одежду на спортивную для того, чтобы с оружием в руках выяснить, команда какого отделения сильнее. Ежегодный чемпионат по пейнтболу «Ядерный удар» собрал несколько команд. К названиям своих сборных некоторые подошли с юмором. «Зоркий глаз», «Дятлы из Дукласа», «21 элемент». Сотрудники одного конструкторского бюро назвали команду «Винни-Пух». Потому что мы медведи, потому что нам без разницы поражение, победа – главное участие. Забавное название сборной не отменило серьезного настроя на борьбу. Пейнтболист с многолетним стажем Кирилл Мамонов участвует в чемпионате ради спортивного драйва. Спортсмен точно знает, что тщательная подготовка перед сражением – лишь одна из составляющих будущей победы. Поэтому перед выходом на площадку игроки тщательно экипируются. Хотя пейнтбол считается безопасным видом спорта, шарик с краской, выпущенный из маркера с сжатым воздухом, может травмировать открытые участки тела. Залог успешного завершения боя – это грамотные и слаженные действия игроков на поле. Надо сразу занять удобную позицию и от нее уже отстреливаться. Но засиживаться на одном месте тоже нельзя, так как у меня уже опыт есть в игре маленькой. Надо двигаться вперед. Как бы если чувствуешь, что уже двух-трех человек попал, надо двигаться и дожимать сразу. Чемпионат проходил по круговой системе. Команды играли друг с другом до двух побед. Набравшие наибольшее количество очков становились участниками полуфинала и финала. В этот раз сменить душный офис на пейнтбольное поле решили шесть сборных из различных подразделений ядерного центра. У нас сейчас количество плавно пересекает в качество. У нас больше собираются такие вот устоявшиеся команды с игроками, с опытными, которые умеют играть, которые какой-то опыт имеют. Посмотреть на пейнтбольные бои и поддержать участников турнира пришли коллеги, друзья и родственники. Короткая перестрелка и вот уже одна из команд возвращается с площадки с победой. После завершения игры участники и болельщики делились впечатлениями, указывали на промахи и давали советы по тактике ведения боя. Круговая система чемпионата позволила некоторым командам отыграться и исправить свои ошибки в игре со следующим соперником. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 70-й чемпионат города по футболу в самом разгаре. В первой игре 14-го тура на центральном поле стадиона «Икар» встретились команды «Динамо ВЧ» и «Арсенал». Спортсмены обеих команд активно играли как в нападении, так и в защите. О том, чем закончилась встреча, расскажем в следующем репортаже. Команды «Динамо ВЧ» пока находятся на второй строчке турнирной таблицы. И, казалось бы, встреча с аутсайдером турнира не должна сильно беспокоить спортсменов. Однако футболисты уверены, в спорте все может поменяться в любой момент. И отстающий «Арсенал» может вырваться в лидеры. Поэтому к каждому матчу необходимо серьезно готовиться. В первом круге мы их очень крупно выиграли, но все равно на каждый матч готовимся. Что получается, что-то пробуем новое. То есть готовимся к главным матчам. Первые 20 минут первого тайма команды шли на равных. Но в итоге «Динамо ВЧ» ожидаемо захватили инициативу. И на перерыв ушли с отрывом в два мяча. Впрочем, «Арсенал» не был намерен сдаваться. Сезон выдался просто неудачный. Было много травм, различные семейные обстоятельства у игроков. Но продолжаем бороться. Но надеемся дальше играть и побеждать. Но победить в этом матче «Арсеналу» так и не удалось. Уже на первых минутах второго тайма «Динамо ВЧ» закрепило свое преимущество, отправив в ворота противника еще три мяча. Но и на этом спортсмены не остановились. Закончили матч с разгромным счетом 7-0. Всего в чемпионате города по футболу принимают участие 14 команд. Расписание игр можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Федерации футбола города Сарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова